Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы для библейского портала Экзегет. Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и к нам в редакцию поступил вопрос, что есть крещенские купания? Имеют ли они сакральный смысл, или это сугубо народная традиция? Мы сейчас с вами погрузимся в очень интересное путешествие, в очень интересные исследования данного вопроса. Итак, крещенские купания. Что они значат? Откуда они взялись? Почему это происходило? Наверняка, мы начнем с вами издалека, Наверняка многие слышали о гадании на святках. Наверняка. Так вот, в Древней Руси это было очень часто встречаемое явление. Более того, в сознании народном момент перехода от одного года к другому, он всегда имел какой-то внемирный, вневременный характер, некой границы времени. И вот между Рождеством и Богоявлением, а я напоминаю, что наша страна с вами жила по старому стилю до революции, и Рождество праздновалось 25 декабря, а крещение 6 января, как раз-таки вот на святках, люди часто ворожили, гадали и устраивали всякого рода народные гуляния с надеванием масок и прочего, и прочего. И изначально, насколько мне известно, ряд священников решали таким образом наказать людей, которые играли в карты, точнее, гадали, занимались магией, занимались каким-нибудь вызыванием духов, и для этого прилюдно опускали их в холодную прорубь. Представьте перед вашими односельчанами, перед вашими горожанами оказаться мокрым, бежащим в свою избу, чтобы побыстрее согреться, а иначе и умереть можно, потому что лекарственных средств или медицинской помощи, такой, как сегодня, у этих людей не было, и заболеть можно было очень серьезно, простыть очень сильно и не справиться с этим заболеванием. Впоследствии люди стали думать следующим образом. Вот я нагрешил. Что мне делать, чтобы священнику на исповеди? Это не было известно. Более того, в тогдашнем обществе люди очень много знали друг о друге. Сегодня мы живем очень обособленно, а тогда все было совсем иначе. Так вот, как же сделать так, чтобы грех смылся каким-то иным образом, таинственным, магическим образом? О, смотрите, людей, которые ворожили, гадали, вызывали духов, окунают в купель, и они убегают в наказание на то, за то, что они это делают. И мы так будем делать, и поэтому начинает развиваться традиция, когда люди приходят на эти купели, на эти ордани, и там начинают купаться. Священный Синод во времена еще Российской империи издает указания, достаточно жестко запрещающие и епархиальным архиереям каким-то образом участвовать в этих купаниях, называя это пережитком язычества и очень серьезным народной ошибкой. Епископов подвергают определенным прещениям за допуск в их епархиях рядом с храмами такого рода мероприятий. Проходит время, и в 90-е годы, когда крещенские купания на время умирают, вдруг возрождается новая наша страна, новая культура, и крещенские купания вдруг вспоминаются. Ну что с ними делать? Их же нельзя выбросить или сказать, нет, это не наше, мы от этого будем в стороне. Тогда крещенскими купаниями займутся какие-нибудь неоязычники или другого рода деноминации, может быть, какие-нибудь другие конфессии этим займутся, может быть, секты какие-то будут заниматься такого рода деятельностью, курировать ее. А церковь получила от Господа Иисуса Христа замечательное повеление идти и научить все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Сына и Святаго Духа, и учить всему, чему заповедовал Христос. Так вот, в 90-е годы решили, что в миссионерском плане лучше возглавить эту традицию церковную, осветить ее присутствием священника, осветить ее какими-то миссионерскими листочками, беседами, встречами с народом. Не для всех этот формат. И многие люди очень отрицательно к этому относятся. Конечно, нужно сказать, что никогда участие в богослужении, причастие не может быть заменяемо такого рода действиями. Нельзя сказать, я православный, потому что я купаюсь на крещение. Но я знаю, что есть священники, которые благосклонно относятся к этому мероприятию. Однако, как-то мне попалась на глаза очень интересная статья епископа Домодедовского Евтихия, тогда он был епископом Домодедовским, который писал, почему он против купаний на день крещения. И он как раз-таки там приводил такой пример о том, что купаться в святой воде это неэтично. Ну, давайте с вами представим, что священник, осветив воду по центру храма в купеле, вдруг начинает туда залазить, прямо посредине храма. Показалось бы нашим зрителям, слушателям или вообще прихожанам этого храма это нормальным. Думаю, что ни одному из них не покажется это нормальным. Более того, мы видим много разных видео в Ютубе и на других видеохостингах, где священники в день крещения начинают освящать воду уже в купеле, на морозе, или прыгают с каких-нибудь средств передвижения морского в морскую воду вместе с крестом, в Петрахилии, в Подряснике. Вряд ли это вызывает благоговейные отношения, скорее смех или какую-то такую ухмылку. Может быть, по-доброму, но вряд ли это заставляет нас задуматься о истинном смысле этого праздника, об истинной встрече с Господом Иисусом Христом. Потом, конечно, мне лично не совсем понятно, как можно сегодня воспринимать это с точки зрения аскезы, с точки зрения подвижничества, когда люди употребляют спиртные напитки перед погружением в воду или после погружения в воду. Некоторые люди имеют заболевания, которые им препятствуют делать это. И, как мне кажется, человек, который, несмотря на свои проблемы с сердечно-сосудистой системой, будет лезть в холодную прорубь, можно ли его, если он вдруг, не дай бог, умрет, можно ли это считать самоубийством? Вот меня мучил этот вопрос, и я больше склоняюсь, конечно, к положительному ответу на этот вопрос. Далее, конечно, Христос, крестясь в водах Иордана, делал это не в мороз минус 20, минус 30, минус 40, даже не минус 10. Иордан достаточно теплая река, и такого холода в ней не было. Далее, Господь говорит, если вы помните, на страницах Евангелия описывается этот диалог с дьяволом, где дьявол предлагает ему броситься с крыши храма, чтобы явить чудо, и Господь говорит словами второзакония, не искушай Господа Бога твоего. Так вот, исключительно мое мнение, что купание в день крещения является своего рода искушением Господа Бога. Хотя я прекрасно понимаю, что люди подготовленные и желающие пройти это мероприятие могут себе это позволить. Какого-то греха в этом, конечно, не будет. Какого-то отступления от Бога нет, ни в коем случае. Но и приближение к Богу через купание в проруби тоже не состоится. Поэтому я желаю всем нам с разумом и с большой аккуратностью подойти к этому вопросу, почитать литературу, почитать статьи, которые обычно к празднику крещения выпускаются, и решить для себя, готовы ли вы на это, нужно ли вам это, видите ли вы в этом реальный конкретный смысл. Дорогие друзья, всем желаю здоровья и помощи Божьей. Храни вас Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok